Вечером 2 марта концертный зал музыкального колледжа имени Прокофьева постепенно заполнялся зрителями. Все они пришли на первую премьеру этого года в учреждении на музыкальный спектакль «Король и Золушка». Этот спектакль действует тем, что там очень красивая музыка. И нашим студентам вокального отдела очень хорошо, удобно и интересно в этом спектакле исполнять свои роли, потому что он очень музыкальный. Спектакль «Король и Золушка» сделан по сюжету Шарля Перо, перевел его Иван Тургенев, а музыка здесь Георгия Портнова. В спектакле задействованы студенты 1-го и 2-го курсов отдела вокального искусства. Начали готовиться в октябре, были еще перерывы на сессию, а сами репетиции проходили два раза в неделю. Если для первокурсников все было в новинку, то и для второкурсников все иначе. Они уже играли в спектакле «Снегурочка» в прошлом году. Интересное было все. Все репетиции были интересные, проходили просто на одном дыхании. Как и, собственно, наш спектакль «Король и Золушка» – это история о любви, вдохновляющая на подвиги. Здесь сюжет всем знакомый. Золушка мечтает попасть на бал и познакомиться с принцем. Мачеха этому не рада, она заботится о будущем своих дочерей и очень хочет сосватать одну из них королевскую семью. А вот король желает счастья сыну и ищет ему скромную, добрую и привлекательную жену. И под это описание удачно подходит именно Золушка. Ну, вначале он такой весь из себя замороченный тем, что нужно выдать, ну, женить своего сына. Вот. И делает совершенно все для этого. То есть подключает всех абсолютно. И Эмилия, который вертится вокруг него, там, покупает платье, приглашение отдает. И он не видит ничего, кроме своей цели. Мачеха для меня была ролью на некое пересиливание себя, потому что мачеха по канонам – это такая злобная женщина средних лет, такая интригантка, такая мерзкая особа. У меня все-таки она получилась более смягченного характера, не настолько выступающая, злобная. Она любит своих дочек, она относительно тепло любит своего мужа, все же любит. И, наверное, если бы он не защищал Золушку, ненавистную девочку, которую на нее просто повесили, то, наверное, у них была бы большая любовь. Эрик и Иван исполняют главные роли. И стать Золушкой, принцем, по словам ребят, было сложно. Особенно это касается тех чувств, которые зарождались между героями. Ведь оказалось, что показать истину любовь не так-то просто. Нам много раз говорили, мы не видим любовь в ваших глазах. На самом деле это сложно. После, вот, были прогоны полные, и в конце Николай Анатольевич, наша руководитель, подходил и говорил, вот все хорошо, все есть, все зрителю понравится, но вот нет чего-то одного, чего-то не хватает. Самого важного. И вот мы сначала не поняли, и он нас уже не стал отниметь и говорит, что вот между вами не чувствуется любви, что вот нет ее, что нужно... Ну, нам не объясняли, как делать. Но в итоге с поставленной задачей все справились. Каждый смог вжиться в роли, показать своего героя таким, каким он должен быть, каким его представляют и даже больше. Сейчас студенты третьего и четвертого курсов готовят свою премьеру. Это будет опера Моцарта «Свадьба Фигара». Я считаю, что все получилось. Ребята молодцы. И вся наша большая команда нашего музыкального колледжа, все дружно к этому подошли. И все мы друг друга поддерживаем, друг другу помогаем. И у нас на самом деле задействовано много людей. Поздравляем всю команду и студентов с премьерой спектакля. Евгения Коломит, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...